Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Спокойней. Игорь, ты должен отомстить этой собаке, которая меня укусила. Ага, конечно. Пойти поймать её и за лапу укусить, что ли? Лена, надо быть умнее. Ты чё? Насилие порождает насилие. А может она бешеная? Ну теперь-то точно бешеная. Вообще, как она тебя цапнула? Я её хотела покормить. А я тебе говорил, что ты плохо готовишь, а ты мне не верила. Хорошо, что ты ещё собаку покормила. А если б человека, тебя бы вообще на костре сожгли бы. Теперь без психологической помощи не обойтись. Согласен. Только где же ты найдёшь психолога для собаки? Вот за что она? А ты вопросы ей задавала дурацкие? Ну или может быть футбол мешала смотреть? Ты о чём? Это просто перебирая ситуации, за что я бы тебя цапнул. Знаешь что, Игорь? Ты должен с ней что-то сделать. Потому что сейчас приедут мои родственники. И пока эта псина бегает по участку, они сюда не зайдут. Сейчас решим эту проблему. Игорь, зачем тебе молоток? Это слишком жестоко. Я сейчас сделаю конуру для этой собаки у нас во дворе. Пусть охраняет наш дом от твоих родственников. Игорь? Ладно. Действительно, слишком жестко. По отношению к твоим родственникам. Пошли. Сейчас ей такое задам. Она дорогу забудет к нашим окрестностям. Идём. А собрал я вас здесь всех посреди рабочего дня. Вот по какому делу. Через час мы все должны будем пройти проверку на детекторе лжей. Да как это? Да, да, да. Прихоть не моя. Это очередная каверза от антикоррупционного комитета нашего. Борис Львович, ты куда? На пенсию, Михаил Иванович. Ну, ты сядь на место. Во-первых, тебе ещё до пенсии два года. А во-вторых, мы все здесь сольём тебя, не задумываясь. Потому что у нас сплочённый дружный коллектив. Я правильно говорю? Так вот, учитывая, что никто из нас этот тест, естественно, не пройдёт, хотелось бы услышать ваше предложение. А может пожарную сигнализацию во время теста врубить? Водичкой всё забрызгает и отменят проверку. А давай. Только ты в этот момент будешь на этом аппарате в розетку включенном сидеть. И сразу же детектор лжи в электрический стул превратится. Так сказать, на месте приговор в исполнение приведут. Или вы забыли, как мы в прошлом году Семёна Семёновича из Минфина таким же вот макаром потеряли? Царство ему небесное. Ладно. Что вы без меня делали? Я всё придумал. Вот. А? За что? Михаил Иванович? Не бойся ты, Боря. Это успокоительное. Сейчас каждый из вас по паре жменик выпьет и вперёд. Давление устаканится. Детектор ничего и не почувствует. Так что давайте. Разбирайте. Пейте. И на проверочку. Ну-ка. Ну что? Вроде сработало. Но не мешает проверить. Борис Львович. Борис Львович. Что? Ну-ка признавайся. Хочешь на мою должность? Нет, Михаил Иванович. Как можно? Ты смотри. Даже бровью не повёл, а? Значит работает. Так, ладно. А теперь все встали и быстро пошли тест сдавать. Так, пойдём, пойдём, пойдём. Быстрее, быстрее, быстрее. Что вы сидите, как мухи сонные? Быстрее, быстрее, закрывай дверь. Ой, не могу, как же мне смешит этот герой и любимец собак, который с ними на коробке и на е. Вот она тебе ногу и решила укоротить. Слышишь, мне больно вообще-то. Игорь, мне тоже было больно. Это не собака, а чудовище какое-то. Молоток у меня отобрала. Ты преувеличиваешь. Она, наверное, просто беременна. Мне мама рассказывала, что когда она была беременна, она тоже делала неадекватные поступки. Это значит, сколько я знаю твою маму, она всё время была беременной, да? Чего эта собака вообще на меня накинулась? Я думаю, она хотела сделать этот мир чуточку лучше. Угу. А я думаю, это потому что я тобой пахну. Что? Чу-чу-чу-чу. Потому что я пахну твоей едой. Да она про мою еду уже давно и забыла. Просто ты оказался гораздо вкуснее. С чего это? А с тобой это что? Слышишь? Она мне друзей привела. Осторожно. И что нам теперь? Целый день со двора не выходить? Ну, ты мужик, ты решай эту проблему. Я сейчас решу эту проблему. Ну, давай. Я в милицию позвоню. А, и скажешь им, алё, мне 31 год, я очень боюсь собак. Приезжайте. Нет. Я скажу, что две неадекватные женщины хотят моей смерти. Одна беременная, а вторая неадекватная от природы. Знаешь что, Игорь? Слышишь? Собаки убежали, как будто их что-то напугало. Иди посмотри. Это смирячок. Иди смотри. Игорь, ты не поверишь. Ой, я что-то догадываюсь. Мама приехала. Ура! Ура! Чего ты? Дорогие коллеги, поздравляю вас с успешным прохождением детектора лжи. Гип-гип. Ура! А теперь скидываемся мне за идею с успокоительным. Веселей, веселей. Пап, здорово! О, что это вас тут заказать тип кому за 80, а? Отрываетесь. Короче, это, пап, я тут свою машину новую разбил. Короче, это, ап твою. Ай-яй-яй. Как же так? Что, и все, что ли? Даже ругать меня не будешь? Тогда это еще не все. В общем, я что твою машину расхайдокал? Я, короче, с пожара ехал. С пожара? Ну да, в общем, дача наша сгорела с твоим денькохранилищем. Тварь. Пап, ты мне вообще таким больше нравишься, молодцом. Ладно, я домой поехал, у нас еще, это, вечеруха на 300 человек намечается. Дай бабок, а? Ладно, короче, я вижу тебя не до этого, я сам возьму. Ладненько. Ну все, я погнал. Стоять. Ага, ага, вы это, главное, загашивайтесь почаще. Давайте, старичо, удачно побухать. Что с вами? Михаил Иванович. Я в бешенстве. Украина, Украина. Слышишь, Кабан, будь проклятой, это 14 июля, это день взятия Бастилии. Я думаю, даже Робеспир с Маратом не радовались так, когда ее взяли, как мы вчера. Да, да. У меня такое ощущение, что если я сейчас дону в трубку гаишнику, она попросит у меня запить. Так, короче, нам нужна срочная дезинтоксикация. Лысый, сгоняй за пивандр. Не-не-не, Лысый, только не пивандр, возьми вино. Оно лучше подходит для заместительной терапии. Тут что брать? Тебе сказано, бери пивас. Лысый, ты меня слушай, вино бери и все. Э, а что это тебя? Так, слышь, давайте, определяйтесь, кто из вас главный, а то вот эти непонятки ваши. Хм, никогда не думал, что так скажу. Ну, ты прав, Глаз. Это гениальная идея. Нам нужно выбрать лидера нашего криминального сообщества, дабы оставить позади все эти пустые споры. Хорошо, кабан. Договорились. По избежанию кровотечения твоих носовых ходов, предлагаю предоставить выбор лидера нашего сообщества, вон, народу. Хм, я согласен. Пускай главного выбирают наши друзья. Да? Да, Лысый? Друзья. Друзья просто выбирают главного. Друзья. Даш, нам с тобой нужно срочно изменить внешность. Блин, точно. Потому что мы же с тобой скоро станем очень знаменитыми. И если мы этого не сделаем сейчас, то потом внешность менять будет уже слишком поздно. Даша, нам нужно так, чтобы нас вообще никто не узнал. Кристин, если ты петрушку зуба уберешь, то тебя уже никто никогда не узнает. Нам нужно что-то кардинальное. Ну вот, например, сделать омолаживающие маски и не смывать их. Поверь. И что, Кристина? Я надену. Ну прикольно. Ну, если что, поменяется. Только по-честному. Ну, по-честному, конечно. Я тебя обманывала. Ну, ты надену, ты оденешь. Хорошо. Да, вот дам поворот? Ну, обещаю. Обещаю. Все. Короче, начинаем предвыборный чос. Как ты там говорила? Дебаты. О, дебаты. А вы, короче, слушайте и мулькуйте. Поняли? Все, давай, Кабан, начинай ты первый. Благодарю. Уважаемый электорат, господа гопники, так сказать, джентльмены удачи. Настал момент, когда вы должны принять судьбоносное решение и выбрать, кому вы доверите свое будущее. Мудрому, удачливому, харизматичному руководителю. Или моей полной противоположности. Не, он нормально говорит. Кабан, мы за тебя, короче. Кабан, мы. Кабан, мы. Правильно. Короче, если вы берете меня, выкатываю всем поляну. Вот это нормально. Мишаня, мы теперь за тебя, за мишанью. Господа, господа. Поляна, это, конечно, хорошо. Но вы задумывались о том, на какие шиши он вам устроит праздник, а? Только не совершите ошибку подданных Людовика Одиннадцатого французского, который устраивал праздники за счет своих же сограждан. Да ну, это развод. Конечно. Кабан, мы с нами за тебя. Кабан, 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 Кабан. Кабан, Кабан, Кабан. А вы слушайте, вы посмотрите на него. Ты же подлый, коварный человек. Это же реинкарнация папы Александра Борджа. Что он сказал? Говорит, что он чей-то батя. Короче, все, давайте голосовать. Давайте, друзья, голосуем. Правильно, друзья, голосуйте. Что его слушать? Ну что, приступим? Да. Давай. Итак. Леня Глаз. Я за себя проглазовал. Леня Глаз. Вы все красавцы. Леня Глаз. Не-не-не, секундочку, уважаемый аэропак. Но Леня Глаз, при всем уважении, в выборах не участвовал. Вы должны были выбрать либо меня, ну или на худой конец его. Да потому что вы оба хита мутные. А Леня он нормальный пацан. Короче, меня выбрали и все. Итак, мой первый приказ. Сгоняйте пацана в магазин за бухлом. Нормально, да? Я придумал, пока вставал, понял? Твои имперские замашки. Мы пали жертвами собственных интриг, как Басманова при Иване Грозном. Ладно, погнали. Так какой хмельной напиток, Брай? Какой напиток? Бухлаварю возьми. Да, ба. Всем, всем, всем еще купи нам, ну побольше. Да, что я? Короче, смотрите, нам нужно измениться до неузнаваемости. Ну смотрите, мы можем тут вам расчесать, тут профилировать, тут каскадик, тут на локоны, сделать укладку и закрепить. Не, не, девушка, вы не поняли. Нам нужно измениться до неузнаваемости. Вот видите, у меня пробор с правой стороны. Сделайте мне его с левой. Даша, ты же хотела просто измениться до неузнаваемости, а не стать шокирующей. Ну, перед нами, согласна. Все, мы решили. Сделайте из нас такого же мужчину. Точно, точно. Девушка, позовите нам администратора. Может, я вам могу помочь? Девушка, позовите нам администратора. Вы обязаны. Что случилось? Скажите, вы нас узнаете? Нет. Получилось! Пей аккуратнее, следующее. Слушай, Кристин, а вдруг нас теперь вообще никто никогда не узнает? Нет, Даша, ну меня хотя бы по глазам узнают. А тебя только по весу. Ты нормальная. А тебя, Кристина, даже видеоискатель в фотоаппарате отказывается искать. Даша, а тебя настолько никто не узнает, что если ты даже в спецназе слушал, а тебе не надо было маску одевать. А тебя настолько никто не узнает, что ты даже на выборах можешь раз в семь голосовать. Ой, я так и сделала. Поняла, Даша? Дуэль. Дуэль. Давай, ладно, подожди. А ты в силу. В мужчине главное загадка. Так, принесли мне поесть. Конечно, извиняюсь за такую наглость. Я просто где-то слышала, что милиция – это слуги народа. Никогда не понимала, о чем речь. И подумала, может, именно об этом. Все основы закладываются в детстве. Вот в детстве, когда мы во дворе играли в милицию, один парень так ответственно отнесся к игре, что реально отсидел 9 лет. Говорят, что все толстые – добрые, да? Глядя на наших гаишников, сложно представить, сколько же котят они сняли с деревьев. А еще был случай, да? Милиционер перед дискотекой наелся чеснока. Это был тот редкий случай, когда младший лейтенант, мальчик молодой, да? Но никто не хочет танцевать с тобой. В общем, предлагаю преступников переименовать в кайф, да? И тогда на работе вы будете ловить кайф. Потому что все в этой жизни взаимосвязано, да? Вот одного милиционера повысили в звании, да? Но унизили в транспорте. Юрчик, пес, бы тебе бороду лизал. Я там на городе, как вилл гарую, а воно тут сидит, прохолодшується? Де я прохолодшую? А шо ти робиш? Я, как нормальный мужик, дом строю. Шо? Шо, и как бы не ты, то мне бы залишилось дерево и стиль. Так, Юрчик, давай, дом тебе. Все, все, все. Кажи, что делать? Что делать? О, все, пофарбуй мне сарай. Нафига. Я скики туда не заходил, что-то ни разу не чувствовал, чтобы кто-то там жалился, что там сарай не пофарбовал. Тем более, эти свиньи и коровы, у меня еще дальтоники. Серьезно? А вот наши сусиды не. И по селу уже чутки ходят. Значит, наш сарай – это и памятка культури. Так что давай вперед и с песней. И траву мне еще тоже покосы. Ну, это уже занадо, слушай. Ха-ха-ха. Я ее не садил, и не мне ее касить. Да? Да. Картошку ты тоже не садил. Но кроме тебя ее никто не ест. Так что давай, не вимахуйся. Добрый, зайчик. Что, еще помогать? Конечно. Что? Еще дай кролям пости. Я, до речи, до них недавно заходил. И я тебе хочу сказать, Кися, им сейчас не доедит. Ой, Юрчику, не нервуй меня. Не нервуй меня. Добрый, зайчик. Все? Все, все? Нет. Что еще? Еще на тебе. Ось укурудзу мне почистить. И чтобы ты мне до вечера все поробил. Я прийду, переверю. Хорошо, зайчик. Я все сделаю. Не переживай. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Хорошо, зайчик. Я все сделаю. Не переживай. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Чувайте, куми. А вас, стой. Башка не болит, а? Что, ценнее? Ну, шкабук, напевно, тисне на потилу, цю по-любому, да? Какой кумик? Кумик, да вас тут же все, как в парке, біля лавки. Трава не росте, потому что вы топтано. Ха-ха-ха-ха. Что вы такое милите? Ой. Я, между прочим, я хозяин, я голова, голова сім'и. Я хочу работать, хочу не работать. От, сейчас, сейчас я хочу, поэтому сейчас я работать. Да ты что? Да. Я. Ты голова сім'и. Ха-ха-ха. Коротше, куми, вы самый звичайный пи-тка-блучник. Хто? Я? Да. Да? Да. Такую. Ну что, давай-то, может, картишки сыграем. Давай-то, а то мне что-то пропала охота до работы. Давай-давай, картишки. Давай-давай, давай. И после того, как он узнал, что глухарь – это птица, да, дело стало еще более запутанным. Ну, знаете, в работе милиции тоже присутствует халатность, да. Один милиционер уснул во время погони. Так сказать, закрыл глаза на правонарушение. Всем известно, да, на работе пить нельзя. Именно поэтому один мой знакомый милиционер вообще не работает. И вот если бы не его газовый баллончик, да, он бы пил колу без газа. Знаете, как правило, преступники очень глупые. Вот один глупый преступник вооружился хомяком. Парацы так и сказали – преступник вооружен, но не очень опасен. Говорят, преступники постоянно возвращаются на место преступления, да. И теперь я понимаю, почему гаишники каждый день возвращаются на свой пост. Я слышала, да, что на Западе допросы проходят по схеме плохой полицейский и хороший полицейский, да. Как допросы у нас проходят. Ты мне все сейчас расскажешь. Говори. Стойте. А поговорить? Два вольта. На. Раз. На тебе два. Юрчик! Так я не понял. Это кто? Это кто тут в карты меня играет, а? Тут в карты играют настоящие мужики. Чуешь ты, мужик? Ты что не сделал то, что я тебе сказала? Что не поробил? Я, это, я, как глава семьи, вырешил, что мне это пока не надо вообще. А глава семьи не боится, что постраждает его собственная голова? Между прочим, шрами украшают мужика. И где был тот мужик, когда до нас приходили хлопцы, которым он продал своего москвича прогнившего? Юринко, иди ты до них выйди, потому что они жінку бить не будут, мужик. Все, нет же того Юрчика. Пришел новый юрец. Да? Ну то нехай собі новый юрец сам собі готует, сам собі стирает. И вообще, и про спальню, само собою, тоже может забыти. Кума, это как предупреждение мінздрава на горюке. Пустые погрози, давить до конца. Я, я, как мужик, буду сам вырешивать, что мне надо делать. Понятно? И я тебе буду сказать, и ты будешь сама делать то, что я тут буду сказать. Потому что мужик. Ах так, посмотрим. Ах так, с ними и нужно. Вы теперь играете, ну, самых крутых мужиков села лично для меня на втором месте, это по-любому. А что это на втором месте? Ну, после Ивана, того, что тещи вмазал. И царство ему небесное, конечно. Слушай, Кума, может давай по-мужски пойдем, поднимемся футбол. Зараз уже практически пятая година. Яка? Пятая, футбол. Блин! Я еще в четвертый мав корову подояти, мне жинка прибьет. Все, пока! Йо-майо! Ты же, ты же, ты же, так ты же, я ж, ко, кона! Яринко, конечко, киця, Юрчик повернувся, походу. Володька, я задовбалася. Станька, я сказав мій дідо, праця людину облагороджує і відрізняє від мавпи. Ага, тільки на тебе воно чогось ніяк не впливає. Хоча правильно, так як ти працюєш, то тебе хіба могила облагородить. Володька, може би ти мені поміг, а? Чим? Проклинати мене? По-моему, сама нормально справляюся. Все, я не можу. Я втомилася. Я більше втомилася, ніж тоді, коли в один день мала стрижку, укладку, манікюр, педикюр і солярі. Танька, ти пойми, сільськогосподарська продукція – то єдине, за що ми можемо отримати гроші. А гроші – то єдине, за що ми в нас в магазині можемо отримати всі блага цивілізації. От та московська ковбаса тернопільського виробництва і печиво Марії і закінчилися блага цивілізації. Володька, а інших способів заробити в нас грошей якось нема? Пху, пшак нема. Навіть є спеціальна книжка по таких способах. Ай, якась про підприємництво? Кримінальний кодекс. 666 способів швидкого збагачення. О! Володька, я серйозно. Мене ж диплом по економіці. Володький край, Танька, його не можна чіпати. На ньому тримається мебельна і харчова промисловість. Що ти мелиш? Що ти мелиш, Володька? Боже, що ти мелиш? Що мелиш? Ну так, ним же ж підпертий стіл в тебе на кухні, щоб не хитався. Ах, крім того, Танька, я не розумію, що ти психуєш. От у мене диплом сварщик, а я його взагалі не використовую. Ага, а хто вчора зі мною цілий день сварився, а? Я чи ти, а? Добре, сиди тут. Я через декілька секунд вернуся. Ага, то саме ти казала тоді в супермаркеті на касі, коли я тебе півгодини чекав. Ніколи не розуміла фразу третій лишній. Я смотрю, ви не женаты, да? Ви же со страстью цілуєтесь. Ромео і Джульетта, Бонні і Клайд, Сит і Нэнсі. Вот к чему приводять серйозні чувства. Поэтому я надеюсь у вас все не серйозно. А есть такой стереотип, да, що все мужики козлы. Но совершенно очевидно, що все козлы мужики. І він мене все время называв чугунной болванкой. Я как бы полгода обіжалась, да, а потом поняла, що у слісарей це, считай, що зайка. І вот до самого утра, да, вони просидели в парке на лавочці. А хто і виноват, що від дешевого вина отнялися ноги? Говорят, любовь, да, це що-то светлое, отчого теряєш голову, да. Вот, як по мене, светлое, отчого теряєш голову, да, це пиво. Ах, ви так хорошо вместе смотритесь. Можна я поставлю вас у себя в прихожей? І десь через пів року наша сфиноферма вийде на самоокупність. Чекай, чекай, а злодій? Так ти будеш працювати сторожем. Ні, ні, Танька, нічого не вийде. Щось, щось мені підказує, що сторож буде красти. Добре, тоді інший вариант. Берем в оренду в людей всі їхні поля. Сім кукурузу, восени збираєм, чистим, веземо в місто, смажемо, фасуєм і продаєм, як попкорн, а? О, воу, Танька, щось так? Довго, дорого. Та давай підпалим прямо на полі, от попкорн на місці вже, ага. Ході побудуємо там кінотеатр, просто там систєму Аймакс, це вам цікаво, чи там вони вже підеокасети, чи можна там, чи там є діафірми. О, Танька, я ж знаю. Ти хочеш, щоб ми ловили голубів, пекли їх і продавали, як кури-гриль. Ну, взагалі, то була ідея поштових голубів. Бо так, як у вас вселітяне мережа, то голуби будуть долітати швидше, ніж есемески. Але твоя ідея мені подобається. Та певно, що голуба шокує гриль. За пік продав, все, є гроші. Дуже, ти молодець. Ну, там не треба купувати зерна, голуби самі все шукають. Ага, Танька, я зрозумів. Ти хочеш, щоб ми зняли фільм про трансформера «Беларусь Прайм»? Що? Ти ж сама сьогодні вночі крізь сон говорила. Про повстання мотоблоків на чолі з мегаплугом. Що вони прилетіли на землю, там посіяти всюди ріпак і ворожне. Справді? Так. Ідея, Танька, далече. Во! Тільки нам спочатку треба вернутися до тої ідеї про попкорн. Ну, бо де ми то все будемо дивитися, а? Що, відпочила трохи? Так. Молодець, все, на мішки. Лопату. Йдем копати картоплю. Добрий бізнес-леді. Поможу я тобі сяні. Я буду тоді копати, а ти будеш картоплю збирати. Ой, Володька, за що я тебе тільки люблю? За те, Танька, що я як пиво в понеділок зранку завжди можу тебе вернути до реальності. Хе! Володька, але пообіцяй мене, що ти подумаєш щодо курай гри. Добре? Це звичайно, що ти думаєш. Добре. Обіцяю, Танька. Що там, влупив, запік, та й все. Ну, добре, то дивися. Володька, ти ще довго? Ні-ні, Танька, я вже йду. Просто Білорус Прайма трохи вдосконалював. Рухай мештами! Главное, дорогуша, это свидание. Вот однажды я так долго собиралась на свидание, что парень ушел в армию, отслужил, вернулся, женился, а я как раз в это время обувалась. И этот поцелуй был таким романтичным, что судья боксерского поединка сделал вид, что он ничего не заметил. И однажды парень так влюбился в девушку, что бросил ради нее пить и курить. Но она все равно от него ушла, потому что он ее бил. Один мой знакомый был пластическим хирургом. Так вот, представляете, он не изменял своей девушке. Он изменял свою девушку. Теперь о ссорах. Да? Вот я никогда не понимала, почему некоторые женщины во время ссоры бьют посуду. Да? Казалось бы, какой смысл убирать все равно потом тебе? А бывает так, да, что люди встречаются, но они совершенно друг другу не подходят. Вот я знала одну пару, он любил Пушкина, она слушала Дантеса. Как они друг друга не поубивали, ума не приложу. 14 февраля, 8 марта. Месяц, два месяца, три месяца, полгода. Ее день рождения. Это все по мнению девушки. Для мужчины это цветы, 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 цветы. Очень много цветов. Любите девушки простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Ну а мне кажется, в современности эта песня могла бы звучать как любите девушки забавных хипстеров, прикольных пациков и чуваков. О времена, о нравы. Теперь давайте вспомним пары, у которых что-то получилось. Это Потап и Настя, Том и Джерри и Дельфин и Русалка. И заметьте, две из трех пар вымышленные. Подумайте об этом. Куда же вы? А поговорить? Украина! Украина! Бонжур, соседи! Костя, а что вы так вырядились? Вы явно на что-то рассчитываете, да? Я рассчитываю на то, что такой внешний вид поможет мне заработать денег. Вы что, идиот, Костя? Чему же ваши брюки, тем меньше денег туда влазит? Элементарная геометрия. Послушайте сюда, Гриша. Я отдал за этот костюм пять тысяч. И по мне сразу видно, что я нормально зарабатываю. Единственное, что я могу сказать по вашему костюму, Костя, так это то, что вы за него очень переплатили. Да? Зато теперь клиенты липнут ко мне, как чешуя на брюке. Как только видят меня, сразу понимают. У этого парня сдаются шикарные квартиры. А, понятно. А что вы можете сказать по мне? Гриша, я могу сказать. Ты свинья. Я даже отсюда вижу, как ты заляпал свою майку сметаной. Вот видите, мама не врет. Ну вообще, если честно, я бы посоветовал вам сменить имидж. А эту одежу подымствовать у каких-то продвинутых субкультур. Возможно, это поможет вам съехать от мамы. Думаете? Да. А что вы посоветуете мне? То же самое, что вдруг вы таким способом устроитесь на работу. О! Да. Ага. Секунду. О! Опять клиенты звонят. Видите, работает. Алло, да. Да, сдаем квартиру. Лена, ты тут долго давай не засиживайся. Я сейчас быстро найду комнату для мальчиков и все, и мы домой пойдем. Понятно? Ну, Игорь, ну давай немножко посидим. Мы же в этом месте еще ни разу не были. Послушай, Лена, если тебе так нравится ходить по местам, где ты никогда не была, придем домой, загляни на кухню. Ага. Да где у них тут туалет, а? Сейчас официант придет у него и спросишь. Да не могу я так долго ждать. Это шатри будет. О! Что? О! Это подарок для мамы! Так тем более! Игорь! Блин! Потому что я такая... Девочки, здрасте. Извините, а вы не подскажете, где здесь туалет? К нам еще так никто не подкатывал. Да я и не подкатываю. Мне просто нужно знать действительно, где в этом помещении уборная. А вы настойчивый. Ну ладно. О, спасибо. Я Карина, Оксана, Ольга. Да мне плевать, как вас зовут. Вы что, не понимаете? Я просто хочу, чтобы вы ответили мне на вопрос. И все. Молодой человек, а вот хамить не надо. Да кто вам хамит, девушка? Можно вот этого не делать, пожалуйста? Девочки, родненькие, миленькие, если вы мне сейчас поможете, подскажете, где этот туалет, я сделаю для вас все, что угодно. Игорь! А что здесь происходит, а? Вот, собственно говоря, и наши апартаменты. На втором этаже ваша резиденция. Тут зона chillout. Так сказать, all inclusive. Так, а это кто? Это полный фэшн. Подождите секунду. Так вы что за маскарад тут устроили, а? Вы меня так всю рыбу распугаете. Шалом, Гриша Ворон. Саня Ветер! Так вы знаете, я, наверное, пойду. Подождите, это недоразумение. У нас классический одесский двор. Костя, спасибо. Ваши советы мне очень помогли. Меня взяли охранником в музыкальный магазин. А я, наконец, нашел место, где не могу не слышать истошные крики своей мамы. Костя, шли мазу, ты идиот! Что ты сделал с моей сыной? Ты отправила моего мальчика на кладбище раньше, чем меня, боже мой! Надо выпить, валерьянки, ой, боже мой! Простите, а здесь находится апартамент и райский уголок? Да, вы попали по адресу. О, господи! Да, подождите, это недоразумение. Блин, один раз в жизни дал бесплатный совет и уже пожалел. Так, все, давайте. Цирк уехал, клоуны, раздевайтесь. Куда? Это наш внутренний мир, правильно? Шура, не выкобенивайтесь. Ваш внутренний мир – это лапша быстрого приготовления и протирание штанов вот на этой скамейке. А ваш, Гриша, это мамин форшмак и уроки скрипочки по пятницам. Таковаш костюм, Костя. Таковаш костюм. Я его тоже сниму, не беспокойтесь. Гриша, Аня, в принципе, можешь еще так походить. Ах, ты в этом костюмчике напоминаешь мне дядю Лесика. Боже, какой был человек! Мама опять переборщила с валерьянкой. Ну, в вашем случае, Гриша, это не самый худший вариант. Знаешь, Игорь, это уже ни в какие ворота не лезет. На глазах у собственной жены приставать каким-то тёлкам. Поверь, Лена, это же не самое страшное, что может сейчас произойти на глазах у моей жены. Понятно? Посмотрите на него, он даже вину свою не признает. Да вы что, сговорились что ли все? Офицанты! Господи, молодой человек, что вы так орете? Ой, здрасте, не прошло и полгода. Где туалет? Быстро! А что это вы мне так хамите? А это его нормальное состояние. Сейчас по собой придушу и меня оправдают. Туалет где? Да не работает он, санитарный час. Игорь, мог бы нормально просто мне объяснить, что ты хочешь в туалет. Лена, у тебя справа и слева от головы есть два хряща. Ага, ага, Вова, угу. Так вот они не только для того, чтобы очки не спадали, еще ими слушать можно. Тоже мне. Все же нормально, ты же успел. Конечно успел. Триста метров за пятнадцать секунд пробежал. Маршрутку обогнал на своих двоих. Кстати, Игорь, а где ты нашел туалет? А то мне что-то тоже хочется. Украина, Украина. Что ж, Даша? Я вот вообще не понимаю, зачем нам куда-то идти, если с самого утра плохое настроение? Объясни. Кристина, если настроение плохое, то его просто нужно улучшить. Это же логично. Даша, у меня сейчас вообще нет настроения следить за твоими логическими цепочками. Кристина, любое плохое настроение может улучшить только салон красоты или шопинг. Ну да, логично. Я извиняюсь, а почему мы сейчас тогда сидим здесь как дурочки, а не ходим по магазинам? Потому что мы сидим в салоне красоты. Блин, когда мы все успеваем? Ну, вот это, конечно, вопрос. Я не понимаю, они что, специально, когда стригут волосы и разбрасывают? Что, сложно аккуратно их складывать? Просто брать и складывать стопочкой. Отлично. Еще и посадили нас спиной к телевизору. Понимаешь, именно тогда, когда идет мой любимый сериал. Мне же тут глаза, тут глаза, наверное, где-то. Давай, смотри, сериал, да, да. Нормально вообще? Я в шоке, что за организация? Не знаю. Не, ну этот фен гудится шо капец просто, понимаешь? Не могли догадаться, вместо гудения Джессику Альбу поставить или что? Вообще полный непрофессионализм, полный. Зачем вообще фен? Нельзя просто сильнее кондиционер включить? Боже, Кристина, мир погубит дилетанты. Ну шо ж, господа, коллеги, напоминаю, что у нас сегодня знаменательная дата. А именно выпускной в Швейном ПТУ. Можно сказать, в институте не очень благородных девиц. Короче, мы ждали эту дату целый год, а некоторые в связи с отбыванием срока целых три. Да, мутный? Вследствие того, что на вышеозначенном выпускном из мужчин будет присутствовать только преподаватель по истории моды, который в силу своей ориентации не является для нас конкурентом, а в некоторой степени представляет даже угрозу. Слышите, я что-то не вдупляю. Так мы идем к телкам на выпускной или нет? Ну безусловно. Слышишь, ну я же нормально спросил, что ты? Да идем, идем. Мы просто хотим сказать, чтобы в этот раз мы подошли к мероприятию более ответственно, чем прошлые годы, понимаешь? А именно, не нажрались и не уснули в первые полчаса. А что это? Слышишь, за себя говори. Я, между прочим, в прошлом году рассвет встречал. Да, лысый, сколько раз тебе говорите, это был не рассвет. Это из-за твоей сигареты штор разгорелась. Короче, давайте хоре базарить, хоре базарить. Так, и давайте сразу же поделим телок. Ну, чтобы потом не было всяких непоняток. Чур, Надюха моя. Слышь ты, Ленин, ты, конечно, пропустил, к сожалению, но Надюха в прошлом году выпустилась. Короче, план такой. Сейчас приводим себя в порядок и погнали туда. А с пассиями на месте разберемся. И телок там поделим. Договорились. Только это, пацаны, я не пойду. Леня, слушай, ты если препода по истории мод испугался, так ты не в его вкусе. Да он вообще с телками мутить стремается. Да ладно. Леня? Леня, ты же единственный человек, который не боится на вокзале беляши есть. Это неправда. Да не это, пацаны, ну я собирался. Так, все понятно. Господа, несмотря на нашу маргинальность и беспринципность, да, мы должны помочь Лене преодолеть робость перед противоположным полом, так? Да. Пацаны, можно не надо. Спокойно, Леня. После наших уроков швейные общаки срочно начнут укреплять панцирные сетки. Та да. Короче, прикинь, Кристина, рассказываю. Я же когда села кутой, вот что, не поворачивалась, не поворачивалась. Подожди. Кутой, что ли? Ну да. Сижу такая к ней, она мне говорит, как вас стричь? Я там чуть не упала. Сижу и думаю, интересно, а она дома у себя тоже так у своих спрашивает, как вам готовить, как вам стирать, как вам убирать? Да, Даш, честно, я в шоке. Я реально в шоке. У меня нет слов. Не, так понимаешь, и главное, я так нормально ее спросила. Курганды, джемиселе, курганды, жасмех. Не, ну блин, ну как об стенку горохом. Даш, ничего, что это на казахском? Не, ну, Кристина, ну согласись, это такие мелочи уже. Вот тут согласна, просто идиотизм какой-то. Не, ну реально. Вот творят, что хотят, я не знаю, это... Маникюр, стрижка. Блин, капец. Ну вот как можно писать таким шрифтом? Пилинг. Пилинг. Что это дурацкое слово? Почему тогда не маникюринг, покрасинг, я не знаю, дизайнинг, скрижинг? Угу. Согласна, пихает этот герундик где ни попадя. Не, ну к нам тут реально предвзято относятся, Кристина. Угу. А мы все-таки клиенты. Мы приходим сюда и платим деньги. Мы. Свои деньги приносим им за их устые слова. Девочки, вы опять в долг сегодня? Накало записать? Ну, запишите на меня. Хорошо. Что это было? Не, ну нормально. Так унижать, а? Такое ощущение, что мы у них прям миллион взяли, не отдаем им долг этот, не знаю, лет пять. Слушай, Кристина, а может они не специально? Вот может надо себя на их место поставить? Давай попробуем. Давай. Девушка, массажист сегодня Егор. У вас скидка 90%. Ну и солярий, понятное дело, бесплатно. Отлично. И кофе еще сделай. Ты нормальная? Сейчас я тебе на голове кофе сделаю. Что ты орешь на меня вообще? Я не ору, я тебе что сложно кофе сделать на себе. Что ты психуешь, что, больная? Что ты орешь? Кристина, ты сейчас… Даша, короче, не виси меня, я тебя прошу. Ну дай мне мой обруч. Попила кофе. Итак, коллеги, приступим. Леня, ща мы из тебя Дон Жуана делать будем. Начнем сообщение. Представь, что мутный тёлка. Слышишь? Что-то мутный тёлкой был, ты не за что? Мутный, литр пивандра. Привет, красавчик. Ну, Леня, делай комплимент девушке. Ну, короче, слышишь, ну это… Ну, табло у тебя ничего такое. Да, будет сложнее, чем я думал тогда. Раз, два, три. Раз, два, три. Угу. Локти выше, спину ровней. Ах, я не могу, он мне уже все ноги отоптал. Ладно, стоп, в танцах перерыв. Переходим к этикету. Значит так, Леня, запомни, прежде чем целовать девушке руку, сигарету изо рта надо вынимать. А шо, это обязательно? Обязательно! Ну, всё, всё, хватит. Да достаточно. Ну, шо там, мутный? Он готов. Всё. А с вас десять литров пивандра. Может, мартини? Да пошли вы. Короче, ща все по домам. Одеваемся в парадное, встречаемся здесь же. Всё. Смех. Ну шо, шарман? Только наш Казанова что-то опаздывает. А он не придёт. В смысле? На радостях в ларёк за резинками залез, а его менты приняли. Ну шо сказать, сизипов труд в наши дни. Угу. Я только надеюсь, он не будет пользоваться в обезьяннике приобретенными навыками. Да да. Привет, супруга. Прикинь, не смог дома телефон найти. Ты что молчишь? Обиделась, что ли, на меня? Нет. Так, ясно. И на что ты не обиделась? О! Мой телефон, откуда он у тебя? Так что ты молчишь? Что случилось, Лена? Ты обед молчание дала, что ли? Я прочла все твои смс. Чего замолчал? Да ну, это... Вину осознаю, Слышишь, Лена. Да там романтики маловато, конечно, в моих садах. Я все твои входящие сообщения прочитала. Там как раз чувства через край. От кого? От кого? Ну, давай посмотрим, от кого. Например, Олег Работа нам пишет. Утром ты был великолепен. Ну, да. Утром просто совещание было на работе. Я там выступил просто с претензией. Нам, представляешь, хотели всему отделу зарплату урезать. Я сказал там, что не дай боже. И Олег решил закончить сообщение словом «Целую». Да потому что нам зарплату не поурезали. Они теперь на руках меня все носят. Допустим. А ты видел, что написал тебе Толя СТО? Что он написал? Вот посмотри, что написал Толя СТО. Кто Толя? Сейчас. Ой, блин! Это. Удалились все смс-ки? Как удалились? Ну, так случайно, Лен. Лен, а я как раз случайно их все распечатала. Всю твою переписку. И цитирую, Толя СТО написал. Эту ночь я не забуду никогда. Неделю назад человек написал. Ну, это. Ну, просто я ему машину на ночь оставлял. Двойной тариф ему заплатил, чтобы к утру было готово. А утром мы ехали, если ты помнишь, в Павлоград. Я помню. Да. Ты был очень веселый, песни пел. Ну, а какой автомобилист не будет радоваться, что ему машину починили? Да? А что ж ты тогда подписал? Целую в ушко. Ну, Лена, он так сделал машину, она как часики работает. А он не только в ушко готов поцеловать за это. Так, миллиард, триллион, триллиард. Нет, ну триллиард, конечно, вряд ли. Хотя, еще не вечер. Михаил Иванович, к вам посетитель. Проситель или даватель? Не знаю. На туфли дешевые. Значит, проситель. Ладно, пусть заходит. Так, а после триллиарда у нас что идет? А, квадриллион. О, квадриллион. Здрасте, Михаил Иванович. Здрасте, здрасте. Квадриллион. Красиво. Михаил Иванович, я директор авиамодельного кружка. И он нас, понимаете, в плачевном положении. Денег в бюджете нет. Так, а после квадриллиона что? А, квадриллион. Михаил Иванович, вы понимаете, у нас уже второй год крыши течет. Нам же только подлатать ее немножечко. Или хотя бы дождевики детям заказать. А вам-то это дешевле будет. Дешевле – это хорошо. Так, подождите. Санька, ты что ли? А? Я? Санька, сколько лет, сколько зим, а? Ну, здорово! Ну-ка, давай, садись. Это же когда мы с тобой последний раз виделись-то, а? Когда в школе... В школе... Ну, ты искнул. Время-то летит, Саша, время летит, а? А знаешь, если бы не ты, я бы, наверное, в школу бы так и не закончил. Ни одну контрольную бы сам не написал бы. Ага. Помнишь, учителя наши еще удивлялись, как-то у нас с тобой все время почерки одинаковые были. Это да. А ведь я, кстати, недавно был в школе-то в нашей, да. Автосалон там открывал. Там сейчас, Саня, все по-другому. А вот сообщение от Валеры. Возьми только шампанское, они уже и так тепленькие. Побыстрее. А здесь что не так? Что не так? Потому что Валера это прислал в среду. А в среду ты был в бане на раках. Вот тут прям виноват, да. Тут грешен. Могу даже понести наказание за это. Да. Просто хотелось попробовать что-то новенькое, Валера. Ты мне изменил? С ума сошла, что ли? Дурочка совсем. Ты девять в своей башке выключи. Ты совсем уже. Я жду объяснений. Что тут непонятного? Валера вычитал где-то, я не знаю, там, что раков теплых надо шампанским залить, на полтора часа оставить и вкус будет прям изысканным. Прям очень вкусно было. Я виноват, что вот не принес тебе и не дал попробовать. Вот прям тут. Это правда были раки? Конечно. И ничего не было? Не было. Вообще ничего не было. У меня с тех пор, как я тебе в ЗАГСе сказал, согласен, ничего не было вообще. Игорь, правда? Конечно, правда. Алена Тулапина, в библиотеке работает Андрюха Бурлака, врачом в поликлинике, а я Антонец, как и мечтала, учительницей. Да, получается, в люди никто так и не выбился. Получается так, никто черную икру не ест. Миша, ты мне с моим авиамодельным кружком все-таки поможешь? Да здание хорошее, старинка, только крыша течет. Да помогу, конечно. О чем разговор? Одноклассники все-таки. Давай сделаем так. Вы, пока на улице тепло, свои самолеты там позапускаете. А к зиме мы вопрос с помещением решим. Спасибо тебе большое, человеческое. Не за что, Саш, не за что. Бери, бери, не жалко. Давай, счастливо, удачи. Алло, Ашот. Слушай, тебе помещение под ресторан еще нужно? Да, есть у меня для тебя вариант. Ага. Отличная сталинка. Только потолки отремонтируешь и можешь ее взять. Ага. Да, только ты это, ресторан свой назови как-нибудь, типа, самолет там, что ли. Да, а то мне перед товарищем неудобно будет. Ага. Ну, давай. Счастливо. Пап, дай денег. О, в смысле, это, привет, пап, дай денег. Опять? Сколько? Ну, там это, ну, лямов 10. Зачем тебе сказать? Ну, я, короче, хочу встречу одноклассников организовать по высшему разряду. Короче, это, снимаем круизный лайнер, грузим туда вообще всех одноклассников и выходим в открытое море. На палубе вискарь, поляна, ну, все дела. Потом, короче, начинается фейерверк, ну, все выходят на него смотреть. И тут из-за мыса на плоту выплывает Юрий Лоза. И про свой же плот и поет. Круто? Круто, только на хрена тебе это нужно? Ну, как? Ну, я хочу впечатление на одноклассников произвести. Ну, мало ли, вдруг мне кто-то из них в жизни пригодится. Знаешь что, сама, поверь моему опыту, никто из этих дармоедов тебе в жизни не пригодится. Это я тебе авторитетно заявляю. А, кстати, про Юрию Лозу это идея. На мой день рождения устроен. Пойдем, по обедам обсудим. О, круто! А еще можно, чтобы он, короче, на плоту песенку мамонтенка пел, а мы по нему сигнальными ракетами шмаляли. Учтем, идея неплохая. Ой, Юрчику, от мне здаётся, от сики бы не отдыхала, а всё равно мало, не? Ой, да скажи, Яринка, еще пару дней волоинклюзива, я бы не смог сказать, чи то я так поправился, чи то песенка так сбільшилась. А пам'ятаешь, как я б бассейн не играл, понимаешь? Оце, оце, и так, и щучкой, и так, и солдатикой. Ага, да. А выходит, вот так и бомбочкой. Не, ну это таки. Самое главное, что мы полотенце взяли. Это да. И хорошо, что я за две ночи устигла на ньому вышить. Это Юрина власность, я привез его из дома. Бо на ресепшені би не повірили, что то наш. Ага. Завжди, а особливо нині, раді вітати вас на Батьківщині. Ой, куме, тепер понятно, чого вам з районної газети доплачують. Лишь би ви свої вірші туди не слали. Це шо, ви ще з весілля не можете з караваєм розпрощатися? А? Він мені дорогий, як пам'ять. А, ну так. Ну то таке, розказуй, що там, як там, як з'їздили, а? З'їздили. А твое куме село. Ми не їздили, куме, ми літали. На секунду. І, до речі, на відміну від маршрутки Київ-Полтава, і Полтава-Київ, нас у літаку, шо казать? Скажи. Кармілі. Ага. Але ти краще розкажи, як ти весь алкоголь випив. Бо бачите, йому здалося, що на борту сквозняк. Я вже розкажу тебе, як я на банані катался. Ой, Юрчик, це я на банані каталась. Бо Юрчикова частина банану була, як підводна лодка. Ага. Ну то таке, то ладно, то я так спитав. Ви ліпше скажіть, що там? Кальян мені привезли, а? Канєшно. Канєшно привезли, ми ж не забули. Ага. Як же ми могли таке забути? Забути. Канєшно. Канєшно, куме, ти шо? А, шо ви? Маленький взяли, да? Ні, чого маленький? Ні? Великий, да. А як він в сумку влізся? А? А він ж розбарний. А точно. Ми ж його розібрали, так. Ми зараз в хату зайдем, зберем його і вас позовемо. А, ну то що, пішли, я вам поможу. Не, 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 не. Не надо. Це ж сюрприз. Сюрприз. Ладно. Щас ми зробимося і позовемо вас. Кальян не забудь. Так. Так. Ми зберемо. Короче, Кристина, ми з тобою скоро станем суперзнаменитими. А до сих пор выглядим, как никому неизвестні люди женського пола. Даша, я не хочу быть человеком-мальчиком. При чём тут это? Мы с тобой должны выглядеть, как звёзды. Даш, звёзды? Это же сгустки раскалённого газа, правильно? Да. Ну. Я не хочу быть, как сгусток раскалённого газа. Ну и будешь ходить, как дурочка, как белковый организм обученный. Фу. Как белковый тоже не хочу. Только то уж. Мы сейчас попросим, это всё будет нормально. Хорошо, договорим? Окей. Сделайте, пожалуйста, меня похожей на Камерон Диас, а Кристину на Дрю Берримор. Даша, я не хочу быть какой-то Дрю. Чтобы выглядеть как звёзды, нам с тобой нужно делать какие-нибудь звёздные процедуры. Я вот слышала, что Дженнифер Лопес делает массаж алмазами. Ну, конечно, за сеанс пару-тройку алмазов в складках уносит. Чё б не сделать такой массаж? Ты знаешь, что одна девочка так хотела быть похожа на Мерлина Мэнсона, что даже для этого специально... Лула. А я знаю, что любимая процедура Филиппа Киркорова – это обёртывание блестящими пиджаками. Да-да-да-да... Ки-хи-ё-жи-жи-жи-жи-жи. На! Ать! Ви, может, хотели бы услышать «дякую»? А это что за «фигня»?! Что это «фигня» кумает?! Это кальян! Кальянчик! Какой кальян? Ви что, обкурились двое? Ну что это? Там просто очень много наших туристов, поэтому они делают такие аутентичные кальяны. Вот знаете что? Вот вы уже сколько лет с мною водитесь, а вот нормально бригады так до сих пор не научились. Так, Кузя, потому что вы профессионал, понимаете? На отличие от аматоров. Знаете что? Можете этого инвалидика поставить на могилу нашей дружбы. Все, новой моей больше тут не будет. Будет. Придете, как мы другого разу на руках. Блин, Юрчик, ну как-то неудобно с кумом получилось. Но ничего. Может, хоть будем иметь спокойствие от него. Ну ты не переживай. Три, два, один. И что? Ничего мне не хочется сказать, нет? Хочем, Куме. Хочем сказать, что вы человек слова. Что? Блин, Куме, ну извините, серьезно. Мы в первый раз с Римкой отдыхали и так замахались, заотдыхались. Да. И честно, ну забули. Забули, ну вибачьте. Знаете, что мы? Пробачьте, после ванны не ветришься. Без проблем, Куме. Для вас люби. На. Давайте я постираю. Ты же с дороги живешь. Да. Вишивка. Я быстро. Давай сюда, постираю. Слушайте, Куме, ну что? Может, давайте за приезд? А что? Давай. Я все чую! Соро. Соро. Даша, чтобы узнать, что такое звездные процедуры, нам с тобой нужно вести себя как звезды. В смысле? Смотри, учу. Девушка. Девушка, а принесите мне, пожалуйста, ванную и налите туда шампанского для расслабляющих процедур. Да нет у нас ванной, шампанского у нас нету. Так а что у вас есть? Кристина, тебе для расслабляющих процедур шампанского не надо. Тебе одного джентоника достаточно. Короче, Кристина, знаешь, что ты подумала? Тебе вообще не нужно никаких процедур делать. Потому что ты и так выглядишь как звезда. Серьезно? Все правда? Спасибо. Потому что звездам миллиарды лет, как тебе. Что? Даша, а ты знаешь, что звезды весят миллиарды тонн? Поэтому ты тоже звезда. Ах так? Да. Кристина, звезды испускают потоки фотонов и солнечный ветер. А еще обладают магнитным полем. Это ты к чему сейчас сказала? Это к тому, Кристина, что ты тупая. Я тупая. Ты тупая. Даша, я тупая. Ты тупая. Даша, я тупая. Ты тупая. Я тупая. Не держите меня. Не надо меня. Дурочка, теперь держите меня. Я сильная. Я тупая. Я буду дурить. Украина, Украина. Сколько вы говорите, вам нужно койко-мест? 22? Так, ну 20 у нас есть, а вот еще два. Хотя, есть полный комплект. Давайте, да, приезжайте, разместим. Ага. Шура, здрасте. Привет, Костя. Скажите, Саш, а чем вы занимаетесь в ближайшие выходные? Ну, либо буду во дворе сидеть и на ласточек смотреть. Ага. Либо пойду на море и буду в воду камни бросать. Так что я занят и ничем помочь не могу. Да подождите, я же еще ничего не попросил. Ну так просите. Шура, мне надо, чтобы вы на недельку освободили ту квартиру, которую я вам сдаю. Так и что мне делать целую неделю? Ну я не знаю. Посидите во дворе, посмотрите на ласточек. Или пойдите на море, покидайте в воду камни. Ну или в крайнем случае поживите у Гриши. Шо? Просто Косте негде разместить какую-то делегацию. И он хочет, чтобы я выселился с комнаты. Ну хорошо, я-то тут при чем? Он хочет, чтобы я пожил у вас. Ааа. Можно вас на секундочку, Костя? Да. То, что вы сдаете во дворе квартиры и не платите за это налог, это ну как бы вам так сказать, не совсем законно. И кто-то из соседей в любой момент может рассказать об этом налоговой. Ну я понял, понял, не продолжайте. И что вы можете мне посоветовать? Ну, на вашем месте я бы сыграл нашу уроны жадности. А это идея. Обалдеть. Телефоны распознают отпечатки пальцев. Вот что будет через 10 лет, а? А ну давай. Телефон будет разблокироваться при IQ 100. Ха-ха-ха. Так что, Юленька, у тебя наконец-то возникнут проблемы. Ха-ха-ха. Вот кто поговорил? Ха-ха-ха. Может быть я в будущем буду такая? Вот такая. Ха-ха-ха. А в целом ничего не изменится. Ха-ха-ха. 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 В отличие от вас, у меня будет все хорошо. Там... Женя, сходи на бар и проконтролируй, чтоб не пересолили мою Маргариту. Да-да-да, Юлия Сергеевна. Женя, и еще раз отсерпнешь мой коктейль уволю, понял? Понял, уволить. Понял, понял, сейчас сделаю. Юлия Сергеевна, ваша речь на встречу с акционерами готова? Я могу быть свободен? Да. А, Олег, ну чтоб завтра был в четыре на работе. В четыре утра? Так уже ж двенадцать часов ночью, а мне полтора часа только до деревни домой ехать-то. Понял. Буду. До свидания. До свидания. Слышь, Ванга, кошар для предсказаний запотел. Короче, в будущем вообще все будет не так. Здравствуй, Евгений. Сколько лет, сколько зима, а? Здравствуйте. Олег Анатольевич, у меня просьба к тебе. Да успокойся. Я же после работы обычный человек. Простой, смертный. Что там у тебя за просьба? Понимаете, у нас в кабинете биологии пропа... У меня женщина лицо знакома. Где его пилить? Так это же... Да ладно. Говори, Женька, что у тебя за просьба, а? Шо? Да, депутатов. У меня внешность подходящая. Ага. Внешность у тебя подходящая, чтоб в мясном отделе топором стоять махать. Шура, наконец-то вы пришли. Шо происходит? Зная, как вам сейчас тяжело живется в квартире, Саш, я предлагаю вам альтернативу. Вот, пожалуйста, летняя резиденция Цибулька. Самый центр двора. С видом на стол. Дневным светом можно пользоваться бесконечно. И что самое главное, все это абсолютно бесплатно. Саша, живите сколько хотите. Спасибо, Костя. Я согласен. Хорошо, давайте. Поцим-поцим. А вы шо такой расстроенный, Костя? Шо? Опять доллар по 18 гривен? Хуже. Шо может быть хуже, чем доллар по 18 гривен? Та делегация, эта шо должна была приехать, отказалась у меня жить. Потому шо у нас, видите ли, не двор, а балаган какой-то. Ладно, Шура, давайте сворачивайте свои манатки и возвращайтесь обратно в квартиру. Костя, нема дурных. Во-первых, жить в палатке это бесплатно. Во-вторых, хотя, недостаточно и во-первых. Так что будь предложение поинтересней, пишите письма. Хорошо, Шура, я сделаю вам скидку. Костя, я живу здесь бесплатно, так что вы должны будете мне еще доплачивать. Вот объясните мне, Саша, как можно быть одновременно таким алчным и жадным человеком, а? Все просто, я бедный. Хорошо, хорошо, но вы не сможете здесь жить постоянно. Может я вас сейчас расстрою, но рано или поздно наступит зима, Саша. Ага. Станет холодно и вы не сможете здесь жить, вы ж не снегирь. Костя, а к зиме ваши квартиры значительно упадут в цене, а мой спрос превысит предложение. Вот скажите мне, Гриша, у нас что, во дворе появилась какая-то аномальная дыра? Ну не мог этот идиот так резко поумнеть. Боюсь, Костя, ваша игра на Шуриной жадности активизировала скрытые ресурсы его мозга. Шу. Черт с вами, Саша, живите до зимы бесплатно. Ну я подумаю. Скудненькая фантазия у вас, друзьяшки. То ли дело я. Дамы и господа, встречайте, король рэпа Большой Джим Базару! Извините, здесь какие-то уроды ваш клуб пробрали. Опять они достали. Большая Джим Маста угощает всех! Джим Маста! Джим Маста! Джек, романись. Люди реально подумают, что ты их угощаешь. Ладно, пофантазировали и хватит. Я думаю, что через 10 лет мы все будем такими. Блин, кто-то знает пароль от Wi-Fi в этой дыре? У тебя чего нету проги, которая слабывает пароль, а? Да прога есть. Времени нет. Короче, давайте бахнем по паршотам, потом по лонгу и туле в другой клубешке. Слышь, чувак, нам 6 зеленых мексиканцев, 3 лонг календо. И если хочешь нормальных чаевых, маши своих шейкером быстрее, чем спидометр на моей бэке. Юляш, зачет, а? Вот это я понимаю. Официант! А нам 6 зеленых мексиканцев и 3 лонг календо. Юляха, зачет! Игореша, привет! Привет. У меня для тебя сюрприз. Ой, только не надо врать, Лена, не могла ты оформить развод без решения суда и моего согласия. Очень смешно. Короче, я сделала себе временную татуировку. Это еще что за напасть? Ну, молодая женщина может себе это позволить. Ну, она-то да. Ты что себе позволяешь? Лишь бы нахамить, Игорь. Ты лучше посмотри, какая прелесть. Нифига себе! А знаешь, как татуировка переводится? Красота. Игорь, говорю, красота. Скоро она пройдет. Красота? Дурак, что ли? Татуировка, говорю. Она же временная. Сделана хной. Точно. Хной. Хной надо было подпись в ЗАГСе ставить. Вот что там бубнишь себе под нос? Лучше скажи, а ты тату не хочешь? Не, ну когда они еще в школьной форме на сцене целовались, под нас не догонят, вот тогда фантазия была. А сейчас выросли девчонки, повзрослели. Ты о чем? Ладно, я что придумал, давай мы себе вместе сделаем не временные, а настоящие татуировки. А? Точно. Ага. А я сижу угадаю, что нам для полного счастья не хватает в жизни. Перебираю варианты, может кредитные каникулы какие-нибудь, может быть зарплату повысить. Нет, нам от нас за татуировок не хватает. Хватит говорить ерунду, Игорь. Смотри, я в тату салоне взяла каталог татуировок, сейчас мы обязательно что-нибудь выберем. А ну стоп, подожди. Серега же знает китайский? Ну да. А ну иди сюда, давай мы сейчас ему твой иероглиф на контроль отправим. Оп. О, Гриша, вы что опять хотели съехать от мамы, а она вас снова переубедила? Ничего смешного, Костя, я шел за хлебом и упал в открытый люк. Так, ничего себе, я конечно сегодня выпил уже достаточно жидкости, но меня мучает жажда подробностей. А что тут рассказывать? Кто-то украл у нас во дворе люк, теперь тут стало очень опасно, видите? Слушайте, а вы не подумали, что таким образом пытались покушаться на вашу драгоценную жизнь? О, да я вас умоляю, проще было не рвать спину, а сразу сказать моей маме, что я курил сигареты в седьмом классе. И вообще, мне кажется, Костя, что этот люк украли именно вы. Алло, алло, Бородач, спокойней с обвинениями, я так мелко не работаю, меня в Одессе каждый ребенок знает. Ну естественно, продавать возле школы сигареты поштучно, это ж пик популярности. Деймир, позор на мою голову, Гриша, я все поняла, ты таки да, куришь. Мама, успокойтесь, я не курю. Да курит, курит он, да. Опа. Вот, кажется, преступление раскрылось. А ну, Шура, признавайтесь, где вы взяли деньги на этот новый пиджак, а? А? Не помню где, это было 10 лет тому назад. В смысле? Ну это пиджак с выпускного. Нет, ну а что вы хотели? В доме три дня нету воды, это единственное, что осталось чистым. Так, слышишь ты, хватит нам ездить по ушам. Давай, рассказывай, ты куда люк дел? Так это люк украли. А я смотрю, в земле дырка. Я еще подумал, что вы Косте решили сдавать квартиры и под землей. Шура, что вы лепите из себя дурачка, Шура? Кроме вас украсть люк некому. В чего вы это взяли? А с того, что моя мама написала на воротах при входе во двор, что тут находится Одесская прокуратура. Так что сюда боятся зайти даже, чтоб снять показания счетчика. Понятно вам? Странно, конечно, что никого не смущает, что надпись сделана мелом. Да ну что вы, в самом деле, не крал я этот люк? Да, пытался, но не смог поднять. Ладно, давайте сократим количество подозреваемых. Давайте. Согласен. Люк украл тот, кому очень нужны деньги. Да. Ну вы прям сократили, Гриф. Вы прям этот, Сократ. Теперь можно вообще всю Одессу подозревать. Все, граждане, надо идти в ЖЭК, писать заявление, чтоб нам выдали новый люк. Граждане, говорю сразу, я в ЖЭК не пойду. Ну я в этом дворе даже и не прописан. Ну, остаетесь теперь только вы, Шура. Тем более вы в пиджаке. Все сразу поймут, что вы очень солидный человек. Такой, знаете, серьезный дядька. Давайте идите. Ну что вы, ну что вы? Не идите. Давайте. Главное, знаете что, что его вот это вот в ЖЭКе и не напрягли там. Да. Вы куда пошли, Саша? Куфли одену. Забудьте замок. Вот. Или вот, рыбки смотри какие красивые, даже лещ есть. О, а давай твоей маме леща набьем. Ух ты. Какие красивые бабочки на крестце у девочек. Тебе картинки нравятся? А я все-таки хочу китайский иероглиф. Точно китайский? Ну да. А может японский? Нет, китайский. Не корейский? Китайский. Я вот специально три раза спросил, чтобы прям в яблочко попасть. Какая разница, а? Как это какая разница? Я просто хочу, чтобы на моем теле была какая-нибудь китайская мудрость. Китайская? Окей. Как тебе такая? Поддельный пуховик? Тоже пуховик. Так ты скажи, ты не хочешь сделать татуировку? Как это не хочу? Я как раз таки хочу сделать татуировку. Вот здесь, на веках, глаза себе набить хочу. Чтобы когда ты со мной разговаривал, я типа тебя слушаю. А под веками хочу красивую девушку нататуировать. Чтобы когда с тобой разговариваю, еще и приятно было слушать. Что? Что? Знаешь что? Вот здесь хочу слово one, а вот здесь виски написать. Чтобы в любом ресторане и баре мира вот так вот, если говорить уже не могу, вот так раз только. Меня все понимают. А с этой стороны, знаешь что? Water. Вот на утро, когда на бар прихожу, так за лицо хватаюсь. И он меня сразу понимал. Окей, мистер, one water, yeah. И говорит, ты не понимаешь. Я хотел сделать какую-то совместную татуировку. Написать мне Игорь, тебе Лена. Ладно, не, я не против сделать татуировку с твоим именем, бля. Ну вот. Но только не Лена, а Лены. Если кто-нибудь спросит, чья была это такая дурацкая идея сделать такую татуировку. Я сразу покажу. Лены. Проехали Игорь. Никто уже не собирается делать никаких татуировок. О. А вот и перевод твоего иероглифа, Лена. Ну что, курица с рисом? Теперь ты у нас самая стильная. Игорь, ты не понимаешь. Я просто хотел чего-нибудь новенького, старалась для себя, для тебя старалась. А тебе плевать, по-моему. Знаете что, Лена, я что-то всегда думал, что женщины украшают не какие-нибудь там иероглифы. А я не знаю, ну там, бриллианты, к примеру. А давай бриллианты тебе набьем. Дурак ты. То есть курица с рисом, она точно временная? Ну вот, пожалуйста. Что же такое? Вы что, пытались собаки в очереди пенсионерку? Это была не пенсионерка, а начальник Жека личный. Так, а ну-ка, поподробней. Все очень просто. Захожу я во двор Жека и вижу наш люк. Стоп. А как вы поняли, что он именно наш? Вот. А что, вы думаете, в Одессе много люков, где нацарапано здесь был Шура? Согласен. И что дальше? Когда я пытался вернуть наш люк на место, ко мне подлетел начальник Жека и влепил прямо под глаз. Я спросил его, за что? Ну? И он мне ответил, что однажды в Одесском дворе украли люк. И жители этого двора решили не покупать новый, а просто украли люк в соседнем дворе. Подождите, а что сделали те, у которых украли люк? Костя, вот я думал, что вы умный человек. Они украли люк в другом, в соседнем дворе. Слушай, это не канализационный люк, а какой-то олимпийский огонь, который переходит из рук в руки. Ну и что дальше? Что, что? Теперь дошла очередь и до нашего двора. А, так что, нам нужно просто украсть люк в каком-то соседнем дворе? Ну? Слушайте, может просто скинемся, купим новый люк и прекратим эту дурацкую эстафету, а? Дорогой сынок, не ты эту эстафету начал и не тебе ее завершать. Знаете, впервые в жизни согласен с тетей Цилей. Да. Так что, давайте отправляемся на охоту за люками. Айда. Идем, идем, коллега. Давай. Украина, Украина. Даша, ты мне, конечно, извини, но я вот вообще не понимаю, чего мы сюда ходим. Если самое важное в человеке – это внутренняя красота. Кристина, они же все профессионалы, пусть делают нас еще и внутренне красивыми. Точно. Это получается, чтобы стать красивыми внутри, нам нужно есть с тобой бигуди и пить лак для волос? Ты совсем уже дурочка, Кристина? Чтобы стать красивыми внутри, нужно просто красивую еду есть. Хотят. Знаешь, Даш, внутреннюю красоту можно увидеть только тогда, когда поговоришь с человеком. Вот поговори со мной. Нужно понять, красивая я внутренняя или нет. Хорошо. Кристина, как ты относишься к битве под Батерлоу? Нет, Даш, ну драки – это всегда плохо. Блин, Кристина, какая ты классная. Серьезно? Вообще-то ты просто невероятная. Клевая? 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 Класс, вообще. Слушай, Кристина, а давай это проверим на других. Давай. Здрасте, девушка. Скажите, а как вы относитесь к битве под… Ватерлоу. Ватерлоу. Нет. Но она стала переломным моментом в войне с Наполеоном. Нет, ну сразу видно, что внутреннее как-то такое… Понял, нуля. Даша, красота спасет мир, а внутренняя красота спасет внутренний мир. Прям какой-то логический калейдоскоп, Кристина. Нет, я поняла. Чтобы было красиво внутри, Кристина, в нас с тобой нужно вживить нано-косметолога с нано-оборудованием. Даша, это же стартап, понимаешь? Давай с тобой откроем салон внутренней красоты. Поставим там какой-нибудь душевный солярий, сделаем внутренний маникюр, введем какую-нибудь сердечную укладку, ну и еще кучу всяких таких гаджетов. Не, ну как вариант. Батяш, Михалыч, ты сказал, что нет просувания по службовой карьере. Да я тебя только за сегодня третий раз подвищу. Оба! Ну что, пане подполковнику, новую посаду надо подмочить. Володька, я так понимаю, что если ты не идешь в бар, то бар пришел до тебя, так? Тихо, Танька, не психуй. Давай мешай. Володька, ты что, останні штани? Тобто, останні штанку в карте програв? Танька, думай, что ты говоришь. Я в карте програв один раз в жизни. И то через то, что я заснул. Тоді, как назвать цей твой новый модный тренд? Вот, Танька, что ты сегодня сранку говорила, а? Что ты придурок. Не, не с самого ранку, трошки позже. Что в тебе руки и ноги ростут с одного места. Бачи, Михалыч, как человек с высшей освитою может перефразовать реченья суцильных матюків. Добре, Танька, я трошки намекну. Что у нас репить останніх пів року? Підлога, ліжко, стіл, табуретка. Танька, то что, репить ліжко то я кожної ночи цюю? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Короче, Танька, я пішов змащувати двері. І вони чи то від радості, чи то від старості впали мені от прямо на ногу. Михалич свідок, не дай збрехати. На, Михалич. Точно, Танька, все таке було. Я ледь не стиг Володьку витягнути. Бач, добре, що у нас двері не броньовані. А то би я до тепер під ними повзав як броненосець. І що, Володька, там щось серйозне? Ні, Танька, звичайний перелом. Треба місяць ходити в гіпсі і нічого не робити. Крім пити пиво і грати карти, я так розумію, так? Танька, ти шо, бачила рецепт, який мені написав наш фельдшер? Так. Володька, ви шо, їх так і не змастили? Я з ними тепер взагалі не розмовляю. Володька, не позор мене. А якби тобі твоя подружка зламала ногу, ти би шо з нею говорила чи шо? Бачиш, Михайлич, я ж тобі казав, що змастити водою то ненадовго буде. І що, потім ще раз змасту. Пус, пус. Слушай, Даш, а вот как узнать, що внутрення я красива? Тю, ну якщо люди к тебе потянулись, значить, ти внутрення красива. Даша, якщо люди ко мене потянулись, це значить, що внутрення я магніт. Слушай, ти така странна, Кристина. І здесь определяющее слово «внутрення я». Зачем люди на рентген ходять? Зачем? Щоб оценить свою внутреннюю красоту. Круто! Слушай, это получается, что рентгеновские снимки можно сразу в инстаграм выкладывать? Даша, що це? Блин, ну это даже не человек. Смотри, полоска белая, полоска черная. Это зебра Кристина. Таки. Знаешь, как у Чехова було? В человеке должно быть прекрасно все. Но Чехов, он же не хирург был. Откуда ему знать, что у человека внутри? Да раньше думали, что там все прикольненько. Кристина. Знаешь, Кристина тут подумала. Даша, короче, ты не можешь быть красивой внутри. У тебя кость широкая. Снова ты, Даша, широкая. Между прочим, если бы Достоевский увидел твой внутренний мир, то Раскольников бы позарился на тебя, а не на бабушку. Поняла? А Дургенев, если бы увидел твой внутренний мир, знаешь, что бы он сказал? Он бы сказал, нет, нигилист не Базаров, нигилист Кристина. Даша, у меня очень богатый внутренний мир. А что ж ты тогда за кредит свой никак не расплатишься? Откуда ты сказал, что я... А я тебе говорю, что Кристина... Даша, а давай не будем смотреть про мой внутренний мир. Давай не будем... Пойдем не корм Islander, папуста. Понимаете? Ну что, я контактую вас, паны генерали. Володько, а точно можно менять козыр по ходу игры? Михалыч, сто процентов, то ж техайский дурак. О, а вот иду заправка, Танька, стикуйся с нами, потому что мы уже с Михаиловичем на сухих баках видимо. Михаилович уже три раза соц подавал. Танька, чекай, чекай, что сталося? Кто-то умер? Или инопланетями выкрали мою Таньку и подсунули мне какого-то двойника? Нет, просто выполню твои последние башения. Танька, я чувствую себя, как на уроках в старших классах. Вообще не понимаю, что я думала. Не никому. Я сьогодні ходила до фельдшера. Тебе щось болить? Ні, я просто хотіла дізнатися, чим-то тебе годувати, щоб нога краще зрослась. І що? І що? Він був дуже здивований, бо сьогодні ти до нього приходив повністю здоровий, купив гіпс і словами Рембо зламав лапу і побіг додому. Танька, він щось попутав, точно. Він щось попутав. Попутав. Попутав фразу «Рембо зламав лапу» і Володька чокнувся мозгами. Танька, я ходив до нього перед тим, як мені двері пали на ногу. О, ти почав передбачати своє майбутнє, то ти б би мав побачити, що в тебе його нема. Міхалич, шла. Володька! Інакше нам хана. Танька, я все скажу. Володька, все мені про тебе сьогодні розкаже, поталого на тому. Танька, постав лапату назад. О, що? Та що? Ви, а що, він бідете собі яму костелями рити? В різні боки! Так, спочатку Міхалич. Володька з гіпсом далеко не забіжить. Міхалич! Стій! Міхалич, я йду по тебе! Україна! Україна! КАКОЕ СЩАСТЬЇ ВСТРЕТИТЬ ВАС ЗДЕСЬ! Мене звут Александра, і я надеюсь, ви не розплачетесь, якщо я к вам підсяду. Знаєте, я в своє время тож хотела быть Эмма, але я потім пересдала этот екзамен, і все наладилось. Давайте розмотрим основні повони для вас розплакатися. Саме розпространені – це мамка не відпустила гуляти. Повод номер два – мамка відпустила гуляти. Ну і третій повод – це мамка. Вам, короче, тільки дай повод. Рассмотрим врагів емма-культуры. Іх всього п'ять. Первое – це клоуны. Комедії Гайдая, Щекотка, Беззаботная життя в Монако, ну і, наконец, ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ. І вот он зробив себе такі больші тоннели, що по ним проходил поїзд Житомир-Черкасы. Дальше – більше. Один емма хотів проколоть себе бровь, а попав в глаз. Як говориться, не в бровь, а в глаз. Так, Следуюча история, да, був случай. В доме емма начался пожар, да, і вони так начали сильно плакать, да, що потушили його. Говорят, «Слезами, горею не поможеш». Эхх. Хе-хе. Что ты делаешь, Каман? Ты задыхаешь, что я кого-то проиграл битву при форсале. Да я просто подумал, Мишаня. Мы с тобой влачим жалкое существование, довольствуясь крохами от нестабильной продажи гаджетов. В то время как наш одногодка по фамилии Цукерберг ворочает миллиардами. Каман, давай оставь этот язык из зуба, говори прямо. Что ты там придумал? Бизнес, Мишаня. Тотализатор. В смысле? В прямом мы с тобой можем устроить подпольный бойцовский клуб, а? А как в качестве помещения можем использовать подвал? Осталось только бомжей оттуда выгнать. Но если вдруг они не захотят уходить, у тебя будут первые спарринг-партнеры, а? Меня? Ну конечно, Мишаня, потому что именно ты и будешь той золотой бойцовской антилупой, из-под копыт которой в мой, ну в смысле в наш карман будут сыпаться золотые дукаты. С-брюкабан, ты склонен к импрессионизму. Что? Прямые линии твоей носовой перегородки тебя уже не радуют? Ой, ладно, Мишаня. Раз уж ты такой пацифист и не любишь бить людей, давай устроим собачьи бои, а? Давай мне деньги, и я куплю бультерьера, который не позволит нам закончить жизнь, как Белинский в нищете и одиночестве. Как шутили инквизиторы? Попытка не пытка. Вы знаете, я вот тут подумала, да, если Эмма утром встанет не с той ноги, да, то он весь день будет ходить веселый, смеяться, да, рассказывать анекдоты. Ну это ладно, да, вот один Эмма растил не челку, а живот. В итоге что? Отвратительный жирный Эмма. И тогда он понял, да, что 220 вольт недостаточно ни для смерти, ни для того, чтобы стать экстрасенсом. И этот Эмма подумал, да, что он наслеп на один глаз. Пришел в больницу, врач постриг ему челку, и глаз снова начал видеть, да. Ну и Эмма на радостях решил проколоть себе губу. Ну, губа не дура, да, через неделю зажила. А на сигаретах пишут, да, что курение убивает. Так вот один Эмма устал от жизни и решил устроить себе, так сказать, перекур, да. Целую неделю курил, в итоге разочарованный и живой подал в суд на Минздрав. Ну и поскольку он был Эмма, да, то решил тупо броситься под КамАЗ. Но единственное, чего он не учел, это то, что в это время КамАЗ не должен был ехать. Ну, в итоге что? О, да, он два часа просидел под ним, потом пришел хозяин машины и поотрывал ему уши. Куда же вы? А поговорить? Я стесняюсь спросить, Кабан, ты купил какой-то редкий вид той терьера? Или сначала взял у него анализы? Да не, Мишаня, на собаку у нас денег не хватило, поэтому я купил кое-что получше. И что это, таракан? Таракан? Кабан, ты что, хочешь сказать, что ты на наш двухнедельный заработок купил какого-то таракана? Да, Мишаня! Знаешь что, Кабан, я, конечно, не Борис Годунов, но могу устроить и такую казнь, что сам царь Иван Васильевич в гробу перевернется. Да подожди, подожди, Миша, это не просто таракан, это беговой таракан. Да это членистоногий Усейн Болт, Мишаня. Кличка Флэш, шо означает молния? Ты посмотри на его задние накачанные лапки, Мишаня. Да у него икроножные мышцы больше, чем мои. Смотри. Ох, Кабан, Кабан. Конечно, страсть к авантюризму тебя, как и графа Калиостр, до добра не доведет. Значит так, Мишаня, бега назначаем на завтра. Ты ставь все оставшиеся деньги на флэше, а я подготовлю нашего бегуна. Благо, что допинг-тест ему проходить не нужно будет. Ну, все. Ну, шо, Мишаня, пора уже начинать. Где там твою часть? Где воец? Поделай на глаз, шо ты дергаешься, как одноименность тобой орган. Сейчас все будет. Кабан, я тебя ждал сильнее, чем апостолы Христа. И шо, Мишаня, на секунду. И шо, где флэш? И шо? Понимаешь, какая история, Мишаня? Мы с ним совершали вечернюю пробежку, ну, по кухне. Я на секундочку отлучился сделать ему протеиновый коктейль. В кухню зашла маман и перепутала его с обычным тараканом. Эй, ну так че там? Где ваш участник? Короче, наш участник снимается с соревнований по состоянию здоровья. А, ну тогда все. Все, техническое поражение. Бабки не возвращаются. Возвращайте им еще бабки. Слушай, решение дисциплинарного комитета. Короче, так. Ты лишаешься тренерской лицензии и месяц работаешь бесплатно. Шо? Или ты хочешь отправиться вслед за флешем? Нет. А на его, Юрчик. Ты бы еще шматочок хлеба на стакан поклав, ты и черную ленточку почипил на фотку. Не переживайте, так не деться твой кум. Что вообще с ним может статися? Яримка, это наш кум. С ним все, что хочешь, может статись. Тим больше, его нема уже аж две недели, наверное. Ну, то хіба это первый раз? Он, когда последний раз, он на неделю пропал. Оказалось, что? Что он поехал на розсмеши комика. Аби грошей заработать. А вместо того, заработал себе новую неприятную кличку на селе. Что вы все из него гоните, а? Оце на селе. Нормально он тогда шутил? Юрчик, то есть сказать, что Кошовый не пішел и Зеленский у болен, потому что у него с прошлого разу ноздри болят. Это нормально, да? Ты лучше, Юрчик, вместо того, чтобы эти дурные глупые вопросы задавать, ты лучше подумай, как его можно найти. Ну, дивись, Юрчик. В доме, в кума, мы были? Були. В баре были? В баре были. Все, закінчились варианты? Хіба цей? Давай передачу «Жди меня» листа напишем, а? Хай, там его все шукают. Очень смешно. Прямо, очень смешно. Тебе надо до Зеленского с Кошовым ехать на цей «Русмеши комика». Юрчику, ну я ж не зі зла. Ну, ты переживаешь за кума, а я переживаю за тебя. Ну, скажи, китя бабина, что мне сделать, чтобы тебе лучше стало, ага? Давай выпьем. Юрчик, ну ты же знаешь, что я не пью. Ну, что ты начинаешь? Вот, а кум бы выпьев. Ах так? Ну, ты сиди собі тут сам один. Як тебе нема про что зі мною поговорить. Ось, видите, куми, вы навіть коли мовчите з вами интереснейше, ніж жінками. Слышишь, Даш? Я так посмотрела и решила, что вот эти вообще в салоне ничего делать не умеют. Поэтому, если что-то хочешь сделать хорошо, сделай. Это сам. Золотые слова, Кристина. Я согласна. Тем более, мы сами можем сделать себе красиво. Не, ну согласись. Стоп. Подожди. Сначала нужно все взвесить. Если мы все будем делать себе сами, то нам некого будет обсуждать. А знаешь, Кристина, меня всегда удивлял их этот дилетантский подход к делу. Но вот как они могут подстричь кончики, если у них нет ни линейки, ни транспортира, ни уровня? Циркуля. Тупо нету циркуля. Даша, это дилетантство. Вам близки прямые или косые? 65 градусов пойдет? 67 хочу. На самом деле, чтобы самим себя сделать красивыми, нам кроме зеркала больше ничего не нужно. Кристина, ну зачем тебе зеркало? У тебя же есть я. Я тебе даже лучше скажу, как что нужно делать. Да? Ну можешь, только смотри, дави сильнее, сильнее дави. Веди, веди, веди. Я точно там, где бровь? Да, да, да. Вот сюда? Да, да, еще. Еще? И чуть-чуть выше. Выше? Да. Так? Да, нормально. И чуть-чуть подведи вот эту. Точно там бровь? Да, да, да. О, как раз классно соединилась. О, да? Классно. Даша, если честно, мне вообще кажется, что на нас с тобой здесь просто вечно тупо экономят. Я согласна. Вот сейчас пойду и возьму себе солярий на весь день, а не на эти несчастные пять минут, которые они дают. Даша, подожди, стой. Если мы научимся все делать сами, мы же станем с тобой одинокими. Не, по-любому не станем. У нас же есть айфоны. Даша, ну фу. Я уже себя накрутила просто. Ну, стой. Да я пока-то могу накрутить. Так, пишите. Значит, пропалку. Пропалку. Да. Значит, не дуже високий, не дуже худий, не дуже тверезий. Вообще не дуже. Не дуже? Да. Відкликається на запах самогонки і сала. Вот. Сала. Якщо побачить хтось, пусть гроші не одалжує, потому что больше кума не побачить. Одалжує. Что еще написать? Давайте напишемо, у что он был одягнен. О, давайте. Был одягненный у те, что и завжди. У те, что и завжди. У те, что и завжди. Юрчик, ти тримайся. Ми кинули усі сили на пошуки. Слушайте, ви шукайте скорейше, бо Яринка вже з лузду починає їхати. Вона мені кума заміняє. Понимаєте? Что? Все так серйозно? Так. Вона тепер знає такі слова, як голкіпер і карбюратор. Дивись. Юрчик, мені здається, ти перебільшуєш. Я знаю твою Яринку, вона в тебе розумна, адекватна жінка. Здоров був, мінтяра! Чого, мужики, сидимо? Пшли до хати, там зараз почнеться іспанський ель-класико Барселона Реал. Але спочатку куми, давайте вып'ємо. Кто сказал, давайте куми, вып'ємо? Куми, куми, куми! Ха-ха-ха-ха-ха! Знайшовся! Так і перше запитання від представника закону. Де ви були два з половиною тижня? Ви не повірите, був там, де все ол-інклюзив! Ну що? В Турцию ездили, да? Ну, почти. В подвале випадково закрився. Слушайте, а давайте напишем, что кума знайшов я. Ну, сами понимаете. Скоро кинуть месяца. Та напишем, что захочешь. Таки пошли уже до хати. Подивимся, как каталонцы на Сантьяго Бернабео разрывают королевский клуб. Даша, а ты знаешь, что одна девочка так сильно накрутила себе бегуди, что у нее перестали разгибаться ноги? А еще одна девочка сама себе делала массаж спины, потому что у нее руки росли не из того места. Это из какого, значит? Ну, не из того. А то какое? То такое. Лак. Ау, блин. Так, а ну очень красиво. Как они это все делают? Нам с собой нужна фотографическая память, чтобы запомнить, как они это все делают. Точно. Если фотографическая память, то это получается, что фоточки в Инстаграм можно выкладывать прямо из головы. Прикольно. А где ее взять? Ну, тут. Кристина, а ты знаешь, что Моль выкладывает в Инстаграм фото свитеров? Я и... И мой свитер. Я и мой свитер. Греческий. А я еще слышала, что раньше людей отправляли на пилинг аж в Сибирь. Представляешь? Никакой пилинг. Даш, на пилинг деревьев. Думай. Если мы будем сами все делать, то нам не надо будет сюда ходить. А вай-фай бесплатный? Точно. Кристина, мы же не просто так вот этим вот занимаемся. У нас с тобой явное преимущество перед этими всеми мастерами. Мы с тобой знаем, что такое институализация. А они, думаешь, не знают? Кристина, сколько мы сюда с тобой ходим, они еще ни разу об этом не говорили. Я тоже. Ну, я тоже не слышала. Слушай, давай я тебе сейчас сделаю такую супер-пупер-поческу. Но только это будет сюрпризик. Хорошо. Ты должна подглядывать. Да, согласна? Все, закрывай глаза. Все? Сейчас, сейчас, подожди. Все. Можешь, да? Да. Ну что, классно? Скажи прикольно. Ну классно же. Даш, по-моему, у тебя не получилось. Ты чего? По-моему, все как раз очень получилось. Дашка, Даша, ты вообще стричь не умеешь. А тебя тогда, Кристина, только машинкой стричь. Почему это? Потому что ты овца, Кристина. Я овца? А кто? Даша, посмотри, что ты сделал. Это прическа. Прическа? Это фэшн. Даша, это какой-то фэшн. Это Кристина. Девочки. Девочки, это красиво. Кристина. Это красиво. Я говорю, девочки, девочки. Я Лен-киллер. Украина, Украина. Уважаемые коллеги, сегодня наше заседание земельного комитета пройдет в присутствии члена общественного наблюдательного совета. Знакомьтесь, Владислав Алексеевич. Владислав Алексеевич уполномочен осуществлять мониторинг работы нашего комитета на предмет этой, как ее, ну, подскажите мне, а хотя, что же я у них спрашиваю, они все равно не знают, коррупции. Слово-то такое мерзкое. Главное, где вы надумались ее искать? Нет, чтобы в больницу пойти, к врачам, которые коньяк и конфеты с людей дерут. Я говорю, c колы, где они якобы на шторы, понимаешь, собирают. А у нас-то, в земельном коллективе, что взять? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну что, кто из нас самый умный, а? Кто деньги заработал, а? Сем лямок на кармане. Ха-ха-ха-ха. И налоговую кинули на раз. Теперь вместо библиотеки у нас супермаркет. Чего? Кто это? Ох, не спрашивайте, Владислав Алексеевич. Трагедия. Это наш бывший сотрудник. Его года два назад на взятки поймали. Он с тех пор умом и тронулся. Его уволили, конечно. Просто он по старой памяти в мэрию иногда забегает. Кликушествует, побирается. Но мы помогаем, чем можем. Не зверишь все-таки. На, божий человек. Ступай. Помолись за нас. Да. Давай, давай. Иди, иди, не мешай работать. Вот до чего людей. Коррупция-то это. Да вот. Кофейку. Извините, по глазам вижу вы из тех студентов, у которых список литературы в реферате соответствует действительности. Я эту породу знаю. Был у меня один такой, как ты. Ну, или как ты. После секса говорил нормально, но книга как бы лучше. Один преподаватель мне всегда говорил, учение свет, а не учение тьма. Ну, согласно такой логике, я абсолютно черное тело. Хотя, казалось бы, откуда я могу знать этот термин, спросите вы. Ответ очевиден. Я списывала. И что-то задержалось в этой очаровательной голове. И как любила говорить моя классная руководительница, да, век живи, век сдавай на шторы, да. А вы на кого учитесь? Ну, я почему спрашиваю. Одна путана, да, училась на экономиста. Получила красный диплом и теперь берет с клиентов НДС. Так что образование это сила. Вот скажи мне, Боря, ты идиот? Ну, что это было за экспрессия? Я прошу прощения, Михаил Иванович. Ну, вы знаете, я же не знал, что это проверяющий. А, сумма-то запредельная. Вот и захотелось радостью поделиться. Поделился? Ты понимаешь, что они теперь от нас не отсталут? Это какая для них кормушка, а? В общем, так. Берешь сейчас эту запредельную сумму, умножишь ее в два раза и отнесешь Владиславу Алексеевичу. Нет, 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 Боря. Из своих средств возьмешь. Пап, здорово! О, что опять Львович очи хвостишь? Это, короче, у меня к тебе новость. Что опять случилось? Яхту мою утопил, машину разбил, отель спалил. Блин, ты что мне это, прошлую неделю всю жизнь будешь вспоминать тебе? Нет, у меня к тебе вообще реально классная новость. Короче, прикинь, папа устроил колясика председателем общественного наблюдательного совета. Короче, это колясик звонил ему, он говорит, вообще зарплата офигенная. Вот молодец, сынок, а. Первый раз за 25 лет бате хорошую новость принес. Так, поскольку такая новость, может и не надо никому денежку нести? Да сейчас, раскатал губу. Ты колясика не знаешь, этому неси и неси. Только вот раз через меня все можно будет решить. В общем так, мне деньги принесешь, а я там уже все порешаю. Все, вступай. До свидания. Давай, на ревуар не попадай больше. Ну что, ладно, батя, поехали. Короче, отмечать пора. Колясик уже звонил? Да-да, кстати, поехали. Мне нужно с ним потолковать. Может быть, в наш ресторан поедем? А, да нет, это в наш не надо. Да и нет его почти уже. Как это? Да я тебе потом по дороге объясню. Погнали, давай, погнали, быстрее. И вот он говорит, да, пора менять свою жизнь. Мне 30 лет, да, дальше так продолжаться не может. И переехал в другую комнату. Эх, как же я тусила ваши годы, да? Помните сказку про лисичку и журавля? Так вот, у меня после экватора так распухло лицо, да, что я не могла попить ни из кувшина, ни из блюдца. Юность. Первая любовь. Я помню, в студенческие годы была безумно влюблена в одного подслеповатого баяниста, да? Но нам пришлось расстаться из-за одного неприятного случая, да? Он схватил моего шарпея, да, и вжарил смуглянку. Куда же вы? Поговорить. Лена, эту книгу можно до конца не дочитывать, там в конце никто не умирает. Хотя, если заказать салат мимоза, то все может быть. Можно подумать, ты выбрал, что будешь брать. Конечно, еще 15 минут назад определился. Борщ я буду. Борщ? Борщ? Тебе не нравится, как я готовлю борщ? Вот скажи, как ты это делаешь, Лена? Что? Вот эти выводы свои, выводы. Ну, просто если ты берешь борщ здесь, в кафе, значит, тебе не нравится, как я его дома готовлю. Нравится мне, как ты его дома готовишь. Особенно последние два года, когда ты перестала добавлять туда макароны. Игорь, поставь мне что-нибудь другое. Хорошо, куриный бульон. А, отлично. То есть тебе не нравится ни одно первое блюдо, которое я готовлю, да? Хорошо, я не буду заказывать первое блюдо. А начну-ка каждый год в январе со второго. Котлеты буду. Котлеты я тоже тебе дома могу приготовить. Послушай, знаешь, кого ты мне напоминаешь? Кандидата в мэры. Обещает, обещает, я потом поверю тебе, и потом будешь мне целый год рассказывать, что бюджет не позволяет нам таких затрат, потому что у нас очень мало денег. Ну все. Вот, возьми сырную тарелку. Ты видела цену этой сырной тарелки? Это не тарелка должна быть, а противень прям. Ладно. Можешь, кстати, вот первое взять. Крем-суп. Я тебе такого точно не готовила. Как это не готовила? А когда ты вот эту свою маску омолаживающую поставила в холодильник, а я ее перепутал со сметаной и бухнул в борщ. И я тогда, конечно, омолодился. Похудел на килограмм пять где-то. А не хочешь, не бери. Вот. У нас дома нет фритюрницы? Возьми картошку фри. А тут все фритюрницы у нас дома компенсируются газовой плитой, сковородкой и твоей забывчивостью. Знаешь что, Игорь? Можешь выбрать все, что хочешь. Но только то, что я тебе дома не готовлю. А я пойду по мою руки. Ради бога. Нет, Абан, я не разделяю твое восхищение орденом тамплиеров. Мало того, что они поклонялись Бафомету, так еще и брали деньги у рыцарей под процент. Ну и зря, Мишаня. Между прочим, тамплиеры были, можно сказать, родоначальниками всей банковской системы в истории. Они честно выплачивали все ставки по депозитам. Хотя и не знали, что это так называется. Если только рыцарь не погибал в очередной бессмысленной операции по освобождению гроба господня. Ведь в этом случае все деньги доставались ордену. Слушай, Мишаня, а наша полемика натолкнула меня на мысль. А что если мы нашим деньгам найдем более разумное применение, чем бухлое и легкодоступные женщины? В смысле? В смысле? Давай положим наши деньги в банк на депозит, а? И будем получать проценты. Представляешь, мы ничего не делаем, а денежки капают. Если тебе интересует мое мнение, Кабан, то я против. Да, Мишаня, ты пойми. А оно не может тебя не интересовать. В связи с разницей в весовых категориях. Я предпочитаю зарабатывать деньги традиционным способом. О, а вот, кстати, очередная казя. Стопэ, уважаемый. Есть мобила позвонить? В смысле? Мое почтение. Мишаня, ты только подумай. Если мы удачно вложим деньги, Представляешь, мы будем гопать людей не потому, что это необходимо, а потому, что нам просто это нравится. Мам, тебе не кажется, что сейчас не самый удачный момент? Бабки есть? На личном смысле? Нет. О, видал? Деньги у человека наверняка в надежном месте и работают. Так что ты подумай о депозите. Простите, что вы сказали? Депозит? Ну, вообще-то это не самое выгодное вложение. Вообще-то. Вмешиваться в разговор двух незнакомых людей как минимум не интеллигентных. Бабки и мобилы сюда бегом. Погоди-ка, Мишаня. Что вы имели в виду? Я? Я имел в виду, что депозит не является ликвидным капиталовложением. Есть более выгодный вариант. И я вам говорю, как финансовый консультант. Правда? Мишаня? Да мне этого юноша сам Бог послал. По времени с гоп-стопом. Мне нужна финансовая консультация. Игорь, это что такое? Как что? Ты же сама сказала мне, закажи то, что ты не сможешь мне никогда приготовить. Но это же... Это же... Это же... Видишь, как странно-то получается, а? Вроде выпил я, а слова выговорить не можешь ты. Игорь, ты же мне обещал, что в отпуске пить не будешь. Подожди, Лена. Ты мне минуту назад сама дала зеленый свет. Или ты сможешь приготовить мне ром. Или, может быть, у тебя есть талант сварить мне односолодовые виски. Или, может, ты знаешь рецепт текилы. Кстати, на, возьми. Возьми, возьми. Зачем? Ну, мы все равно сейчас поссоримся. Просыпь мне соль вот сюда на руку. Браво вот это вот все. Не поняла. Это что такое? Как что? Это секс на пляже, Лена. За 10 лет ты мне ни разу его не приготовила. Три раза даже отказывала, хотя я предлагал. А что произошло, я не понял. Ты напробовался того, что я тебе приготовить не могу. Да? А такое ощущение, как будто я твоей стряпней пообедал. Все, пошли отсюда. А то я уже накушался, похоже. Опа. Позвище. Здрасте. Понимаете? Извините. Дело в том, что ставки по депозиту никогда не превышают уровень текущей инфляции. Поэтому их доходность всегда будет снивелирована. Понимаете? Конечно. Это же элементарно. Да, Мишаня? Безусловно. Знаешь, Кабан, ваша картина напоминает мне эксперимент журнала «Финанс» в 2010 году. Там макака соревновалась с биржевыми брокерами в прогнозах. Макака. Кстати, у тебя, Кабан, еще есть шанс. Тогда макака выиграла. Ай. Так, а что вы предлагаете? Вариантов масс. Поддержите, пожалуйста. Минутку. Значит так. Акции. Так. Да. Фьючерсы. Угу. Вексели. Вексели госзайма. И многое другое. Чувствую себя извращенцем в сейк-шопе. Все такое интересное, все хочется попробовать. Так, а конкретные предложения есть? Есть. А ну? Я могу показать, но нужно интернет. Минутку. Вот. Взгляните. Перед вами список всех компаний на рынке. Вам остается только выбрать. И самое главное. Стартовый капитал. Ну, кстати, какой у вас капитал? Есть. А вот эта твоя мини-биржа на сколько потянет? Лучше на 10. А что? 10? М? Ну, 10 так 10. Для старта, думаю, хватит. Да подождите. Руки. Ну, я же вас проконсультировал. Ну, ребята. Конечно. Ну, разумеется, мы все понимаем. Консультация платна. Поэтому в благодарность мы оставим вам зубы. Ну, я вам помог. Я помог вам? Юноша? Ничего личного. Он ли бизнес? Она. Украина! Украина! Украина!